Уважаемый член Президиума, уважаемые коллеги, Игорь Николаевич, к сожалению, не смог приехать, поэтому мы совместно вместе с ним подготовили данный доклад, за учитывая надовоскулярное вмешательство пациентов с отчетанной онкологической и кардиальной патологией. Безусловно, программа государственная по борьбе с сочетными заболеваниями, поскольку они на первом месте находятся, у нас по всей стране активно двигается. Идет оснащение тяжелым оборудованием, идет подготовка кадров. И ни для кого порой, наверное, сейчас уже не секрет о том, что выполнить нагрузочные тесты куда сложнее, чем выполнить коронарографию. В свою очередь, это рождает определенные вопросы, с которыми потом, особенно пациенты с онкологической патологией, сталкиваются, и что же делать, как с ними поступать, как их лечить. Доклад построен на трех основных вопросах, кто эти пациенты, влияет ли факт наличия онкологического заболевания на тактику онкологического пациента. Я прекрасно был докладу Давюду Петровичу, поэтому я кратко по тем вещам, которые еще дополнить можно. Самое главное, как оптимизировать результаты эндоскулярного лечения у пациентов данной группы, и в конце интересный такой clinical case. Безусловно, мы не берем пациентов, у которых острый коронарный синдром, а рассматриваем пациентов с ишемической болезнью сердца как основное заболевание, у которых при обследовании обнаружена онкопатология, и наоборот. То есть, онкологические пациенты, у которых обнаружены проблемы с ишемической болезнью сердца. Второй вопрос. Мы проработали всю литературу и базу и пытались найти ответ на вопрос о том, что влияет ли факт наличия онкопатологии на увеличение риска онкологического или хирургического. Такого ответа мы не получили, за исключением вопроса, связанного с диссеминацией опухоли. Какими инструментами в повседневной практике можно пользоваться, какими клиническими индексами, для того, чтобы понять, куда пациент, по хорошему счету, должен идти дальше. То есть, он должен идти в котлап, он должен идти в рентгеноперационную, или в кардиохирургическую операционную, или дальше идти должен по пути лечения и обследования по основному своему онкологическому заболеванию. Первый индекс – это калькулятор американского колледжа, очень удобный, доступный в интернете, то есть там буквально вводится какое планируется хирургическое вмешательство, и там можно все посчитать. Второе – индекс ЛИ, для оценки риска тоже очень простой, там буквально используется 9 критериев. И, безусловно, конечно, это пользование европейскими, американскими рекомендациями по некардиальной хирургии. Как уже сказал Давид Петрович, мы должны, конечно, безусловно, в первую очередь думать о переоперационных осложнениях и осложнениях в 30 дней после выполнения оперативного вмешательства. Два основных критерия, которые нас интересуют – это, безусловно, смертность и риск инфаркта. Данный слайд как раз относится еще для удобства использования расчета калькулятора американского колледжа, то есть они проанализируют более 200 тысяч пациентов, и им очень удобно пользоваться для того, чтобы выстроить какие-то критерии. Не буду повторяться, то, что важно проводить, в первую очередь, оценку риска хирургического вмешательства, то есть низкий и средний риск – это 1%, а средний риск – от 1 до 5%. Безусловно, нас интересует, конечно, категория высокого риска, где возможно появление более 5% осложнений. Здесь не буду останавливаться. Тот же самый слайд в отношении того, как хотя бы примерно можно оценить энергетические затраты для того, чтобы оценить того самого пациента, который находится перед вами. Здесь отмечу то, что при запланированной операции, при высоком риске, то есть это там, где мы имеем возможность осложнения более 5%, важно наличие двух клинических факторов риска. И для этого необходимо выполнение стресс-теста, но не инвазивной коронарографии. Кратко по факторам. Это, конечно, безусловно, ИБС, синокардия, инсульт-транзиторные ишемические атаки, нарушение функций почек, сахарный диабет, требующий назначение инсулинотерапии. Рекомендации по использованию стресс-тестов. Европейские рекомендации. Хочется обратить внимание на крайний пункт о том, что не рекомендуется назначение стресс-тестов с результатами миокарда у пациентов, которым показано выполнение хирургических вмешательств и низкого риска, независимо от наличия клинических факторов. Классная рекомендация 3. И также важный момент. Пациенты, которые должны идти на коронарографию и на ревоскулиризацию, должны иметь доказанность ишемии, косвенно переводя на бассейн минимум двух артерий, то есть из трех. Здесь же мы видим класс рекомендаций 3. И рутинное выполнение профилактической коронарографии, ревоскулизации перед операцией, низкого приморочного риска у больных, доказательный БС не рекомендовано. В дополнение, опять же, как важно о том, чтобы эти пациенты с отчетанной патологией, если уже попадают в катлаб, важно, чтобы катризонная лаборатория была оснащена по всем последним современным критериям, дополнительным методом визуализации и оценки. Первый, безусловно, сейчас является 1А, это измерение фракционного резерва кровотока. Кратко по показаниям измерения ФФР. Это все показания для измерения ФФР, не только у онкологического пациента. То есть пациенты с отчетанной патологией, если они попадают, важно правильно объективизировать бассейн и шемии. Из того, что особенно хотелось отметить, это, безусловно, когда мы имеем дело с пациентом, где идет несоответствие данных коронарографии нагрузочных проб, многоуровневые поражения, то есть если мы имеем результат выполнения неинвазивных тестов, важно понять, какой из бассейнов, если нам необходимо лечить, мы должны лечить. Здесь мы добавили еще оценку значимости поражения коронарных атери в трансплантированном сердце. Такие пациенты, их очень мало, но с развитием, безусловно, их будет больше. Мы должны помнить о том, что денервированное сердце, оно не болит и шемией. Внутрисосудистая когерентная томография. Здесь полный перечень показаний и превосходств этого метода. Важно, с точки зрения пациентов, как раз сочетанной патологии, это выявление нестабильных бляшек тромбов диссекций, оценка степени эндотелизации, потому что в таком случае, если пациенту ранее был имплантирован стенд или скафолд, мы можем совершенно спокойно ему раньше отменить двойную дезагрегантную терапию. Ну и из таких самых, наверное, методов, которые доминируют, это то, что можно проводить оценку по имплантации биодеградируемых скафолдов. На сегодняшний день на территории Российской Федерации не производится имплантацией биодеградируемых каркасов, но будем надеяться, что мы преодолеем этот барьер и будем в тренде со всем миром. На данном слайде вот короткое видео о том, как выглядит выполнение антрисосудистой когерентной томографии у пациента, которому был имплантирован биодеградируемый каркас. Очень хорошая качественная визуализация. То есть здесь мы видим балки каркаса по периферии с отсутствием полной малепозиции и уже идет эпитализация. То есть, по хорошему счету, пациенту на 40-е сутки, вот этому после проведения, можем совершенно спокойно отменить двойную дезагрегантную терапию. Здесь срез подлиннее. И клиникал кейс. Пациент проходил лечение в больнице Мечникова. Сразу оговорюсь. Параллельно вот пока весь анамнез на слайде. Несмотря на все рекомендации, на все критерии и выбора способа лечения, пациентку в пяти клиниках не взяли на открытое протезирование клапанов. При том, что коллеги просили о том, что если вы не берете, вы нам дайте письменное заключение. И мы тогда совершенно спокойно пациента возьмем на транскатетерную имплантацию клапана. Они говорили, нет, такого заключения мы вам дать не можем. Клапанная патология. По эхо. Это до выполнения вмешательства. Значит, ускорение 490 метров. Площадь 0,4. Двухполулунный артальный клапан. Значит, у пациентки выявлено рак верхнедалевого бронха. И в связи с этим возникла проблема. О том, что анестезиологи, естественно, не берут. Хирурги, онкохирурги боятся оперировать. А кардиохирурги, опять же, по рекомендациям, тоже боялись, не брали. При том, что коронарные террории у пациента чистые. По Евроскорре 1.53, по шкале СТС 1.6. Возникли те самые вопросы, о которых я уже сказал. То есть, что делать? Что, как лечить, вести, как этого пациента? Рекомендации европейские о том, что пародизирование артального клапана рекомендовано 1.b. В итоге, после пятой попытки пациента все-таки взяли на транскатетерную имплантацию артального клапана. На дальнем слайде вы видите выполнение предилатации баллонного геопластика артального клапана непосредственно перед имплантацией клапана. Здесь результат уже после имплантации клапана. Мы видим о том, что никакой регургитации, ничего нет. После имплантации клапана было выполнено эхо. Скорость 204, парапротезная недостаточность во второй степени. То есть, результат получился хороший. На 15-е сутки после выполнения ТАВИ была выполнена расширенная пульмонэктомия. Пациентка на 7-е сутки была уже выписана. Диагноз подтвердился. КТ после пульмонэктомии. Здесь мы видим хорошо имплантированный клапан. В завершении клинического случая прошло уже чуть больше двух лет. Пациентка по постоянным наблюдениям. У нее все хорошо, проблем нет. Единственное, что только, насколько я непосредственно перед докладом с Игорем Николаевичем готовились, вроде как есть подозрение о том, что с противоположной стороны у пациентки опять подозревают онкологию. Хоу-месседж в завершение. Сочетание кардио и онкопатологии весьма вариабельно и требует персонализированного подхода безусловно. Тактику лечения кардиологической патологии определяет не факт наличия онкозаболевания, а объем планированного хирургического вмешательства. Вот это очень важно. Выполнение необоснованной корональной мускулизации мы не снижаем риск неблагоприятности сосудистых заболеваний, а отодвигаем выполнение основного онкологического вмешательства. Спасибо за внимание. Короткий вопрос. На 15-й сутки была оперирована больная, значит отменили, да, двойную антигреганту? Да, потом вернули. Спасибо. Продолжение следует...